Это был ужасный тот день. Я помню, как сейчас, в октябре месяца 2018 года, она обратилась в больницу после сдачи всех исследований, анализов. Ей сказали вот такой диагноз – онкологическое заболевание. О том, что у Лианы Кликич – рак шейки матки четвертой степени, родные и близкие узнали в 2018-м. За это время она прошла уже 10 курсов химиотерапии. После шести из них ее уже хотели было перевести на лучевую терапию, но заболевание не отступило. Потом я поехала к специалистам именно по лучевой терапии в институт рака. Прошла там до обследования. Они сказали, что нужно возвращаться на химиотерапию, что еще все не ушло нужным образом, чтобы они взялись за лучевую терапию. Я вернулась обратно в Одессу. Мне в Киеве назначили схему следующей химиотерапии. И при этих схемах следующих начала болезнь прогрессировать. То есть оно пошло как бы в позвоночник, и поэтому состояние мое ухудшилось. У Лианы есть 10-летний сын, но из-за болезни и плохого самочувствия она не может работать. За женщиной ухаживает мать-пенсионерка. Муж Кликич бросил семью, забрал все сбережения и уехал в Болгарию. Его долг за алименты уже достиг 150 тысяч гривен. Кроме того, он пытался отсудить жилье, но проиграл все суды. Видимо, на нервной почве и появилась болезнь, допускает мама Лианы. Нервное состояние, вот разрыв с мужем, можно сказать, развод, все вот это, конечно, привело к такой депрессии. И вот, можно сказать, получилось вот такое страшное заболевание, где мы вот уже вот стараемся лечить вместе с онкологами. Врачами в Одесской онкодиспансере. Ну, результаты, конечно, были сначала, ну, а потом как-то пошло все на ухудшение. Я провожу своей маме очень хорошо. Я хочу, чтобы я поддерживаю ее, чтобы она вылечилась. Сеансы химиотерапии в онкодиспансере она проходит бесплатно. Но на различные лекарства и семейного бюджета уже потратили почти тысячу долларов. Сейчас у женщины есть надежда пройти более эффективное лечение в Беларуси. Но на начальный этап анализы и диагностику нужно собрать более двух тысяч долларов. Потом я отправила документы в клинику в Беларуси, в институт медрологии. Они написали, что я к ним чем раньше приехала, тем лучше. Они начнут лечение, что они берутся за мой случай. И что стоимость лечения будет зависеть от того, как я там пройду у них анализы, какой именно метод будет лечения выбран. И стоимость лечения от 7 до 40 тысяч белорусских их рублей. И 5 тысяч они хотят предоплату на биоматериалы. Реквизиты для всех неравнодушных на ваших экранах. Дмитрий Богомолов, Константин Нищерет, телеканал Репортер.